Беларусь готовится к масштабному параду на День Победы. 9 мая в Минске пройдет не только шествие военизированной колонны, но и большой концерт в центре столицы, а также праздничный салют. Всемирная организация здравоохранения уже выразила обеспокоенность планами белорусского руководства. Количество инфицированных в стране приблизилось к отметке в 20 тысяч, а сама Беларусь уже вышла на третье место в Европе по приросту больных. Тем не менее, власти страны заявляют, что ситуация под контролем, а слухи о пандемии в государстве существенно преувеличены. Более того, Александр Лукашенко призвал глав постсоветских государств последовать его примеру и через масштабные шествия отдать дань памяти ветеранам. Кто же последует примеру белорусского лидера, выяснял Дмитрий Лукша. Открытая пасхальная служба, республиканский субботник, парад на День Победы. Нужное подчеркнуть, а лучше вычеркнуть, белорусов в последний месяц словно намеренно проверяли на прочность, собирая людей на новые массовые мероприятия. С особой дрожью в сердце в этом году ожидался приход 9 мая. Репетиции парада то прерывали, то восстанавливали, а точное время шествия до последнего держали в секрете. Должен сказать, что мы не можем отменить парад. Просто не можем. С 6 мая в Министерстве обороны Беларуси озвучили точный план подготовки к маршу. Пока же участники парада тренируются на территории воинских частей и военизированных аэродромов. Известно, что шествия проведут, как всегда, на высоком уровне. О принятии особых мер безопасности не уточняется. Продолжается подготовка механизированной колонны парадного расчета войск Минского гарнизона. При подготовке к параду возменование 75-й годовщины Победы Советского народа в Великой Отечественной войне. Для подготовки к параду отобраны самодисциплинированные подготовленные военнослужащие, которые в процессе подготовки повышают свое мастерство в вождении техники, техническое обслуживание. Личный состав к подготовке относится добросовестно, с чувством высокой ответственности и к проведению парада готов. По словам Александра Лукашенко, принуждать кого-либо из белорусов массово радоваться на параде лично он не будет. Между тем в сети уже появились документы о настоятельных рекомендациях для работников госпредприятий посетить парад. Сноска участия с семьями приветствуется. Схожий бартер, аплодисменты на параде взамен на бонусы по учебе предложили и студентам минских вузов. Во всех случаях указывался особый дресс-код. Приходить на мероприятие якобы нужно без масок, дабы не создавать ажиотажа вокруг коронавируса. Официальные структуры всю информацию назвали ложной и пообещали собрать на трибунах тысячи белорусов, а возможно и нескольких вип-гостей. Правильно было бы собраться в Минске. И здесь надо было собраться. А тем более сейчас я вот пользуюсь случаем, публично приглашаю всех глав государств, хотя бы бывшего Советского Союза, приехать в Минск и побыть на этом параде. Во всемирной организации здравоохранения уже выразили озабоченность последствиями будущего уикенда. К слову, впервые за последние годы от участия в шествии отказали зарубежные резиденты. Ранее место в колонии стабильно занимали представители Вооруженных сил России и Китая. Но даже этот факт не навредит понятию массового мероприятия. На протяжении часа по центральным улицам белорусской столицы будут маршировать около трех тысяч военных в огранке десятков тысяч зрителей. После чего откроются концертные площадки, а вечером прозвучит праздничный салют. Понаблюдать за парадом 2020 смогут и тысячи инфицированных COVID-19. Праздничное шествие в режиме реального времени будут транслировать телеканалы. Дмитрий Лукша, Константин Иконоров, Хабар-24, Беларусь.